Привет, друзья! Я так понял, что для Будды это человек человечный. Состадание, любовь, сопереживание. Но дело в том, почему превратилось в религию. Потому что очень много разных людей. Но кому-то нужна вера. Поэтому так и превращается в религии слова великих учителей. И Христа, и Магомета, и Будды. Я вам хочу сказать такую интересную вещь. Почему так происходит? Именно потому, что люди разного уровня восприятия. Разного уровня мышления. Те, кто на таком уровне, как сам Будда. Он и понимает смысл, значение этих слов. Быть человеком. Что это решает все вопросы конфликтов. Если бы мы все были человеками. Мы создаем науку человечности. Потому что сегодня современный язык. Не религиозный. Но наука, она всегда идет впереди. Потому что технологии развиваются. Технологии обгоняют. Обгоняют. Все. И именно из-за этого противоречия. Все происходит. Потому что не каждый человек понимает это. Что надо быть человеком. И что это решает все вопросы. Не каждый человек. И поэтому люди в зависимости от уровня своего мышления. Я говорил уже, что нормальный человек. Это человек, который думает не только о себе. Не только эго у него. Не только эгоизм. Но и альтруизм. То есть, который не находится в ситуации выживания, например. В бытовом выживании. Или в стрессе. Когда у него стресс. Он не может ни о чем другом думать. Кроме как инстинкты самосохранения. Но вот же в чем дело. Поэтому трудно понять. Тысячи лет проходят. А вот это. Надо быть человеком. Поэтому у нас школа называется. Человек будущего. А человек будущего как раз оказывается. Это человек человечный. Вот же оно какое. Посмотрите. Чем больше я изучаю религии. Чем больше я изучаю буддизм. Но тем больше и больше я понимаю. О чем говорили они. Будь человеком. Вот тебе и вся религия. А мы так вот. В силу своего разного уровня. Мышления. Восприятия. Предпочтений. Постоянно вот. Какие-то слова отдельные. Из контекста. Какие-то примеры. Которые они приводят. Из контекста. Буквально понимаем. И переселение душ. И прочее. Но поэтому и возникают. Религии из великих учений. Но есть люди которые. Но их не переубедишь. Но он так воспринимает вещи. Что переселение душ. В прямом смысле слова. Реинкарнации. В прямом смысле слова. Хотя Далай-Лама говорил. О том что карма. Это ответственность. За свои поступки. И говорил о колесе сансары. Что чтобы выскочить. Вот из этого. Ну так и получается. Высшая. Высшая уже не религия. А наука о человечестве. Давайте вместе ее создавать. Чтобы выскочить из этого порочного круга. Потому что войны, пандемии и прочее. Именно создаются поэтому. Что люди разные. И не все несут ответственность за свои деяния. Да. Если были бы все человеками. Человечными. То конечно не было бы никаких кризисов и войн на планете. И не было бы такой потребности в лекарствах. И не было бы столько больных. Об этом же речь идет. Понять это. Понять это. Надо уже чтобы это понять. Быть свободным. Без штампов мышления. Без подверженности авторитетом. Потому что так происходит. Что вместо того чтобы Будду например. Воспринимать. Который говорит. В буддизме нет Бога. Как Господа. Который создал все. Чтобы понимать правильно. Надо как раз таки. Мысли здравым смыслом. Сравнивать. Сопоставлять. Анализировать. Чему буддизм. Ну. Приглашает. И там все равно получается. Религия. Потому что нужна некоторым людям. И точка опоры. Ну. Ему легче верить. Что он умрет. И будет жить все равно вечно. Ну. Ему опора какая-то нужна. Ну. Что делать. Поэтому каждый человек выбирает. В меру своей. Восприимчивости. Именно то. Что ему подходит. Как точка опоры. Вот там Будда. Далай-Лама говорил о том. Например. Женщины. Они более заботливые. И они более к тому. Чтобы и о них заботились. Женщина вообще-то легче верить во что-то. Чтобы опора была. Чтобы молиться на него. Чтобы икона. Понимаете. Но это же вот. Каждый ищет свою опору. Поэтому проходят тысячи и тысячи лет. И сто лет проходят. А вот это. Быть человеком. Самое простое. Что прямо вот. Как говорится. Как банальное. Но люди хотят видеть. Что есть что-то. Какие-то силы. Какая-то загробная жизнь. Или еще что-то. А вот говорил этот самый. И Высоцкий говорил. И Акужава. Что жизнь короткая такая. Что хорошую религию придумали индусы. Помните. Да. Такое вот это же. И мысли как я говорю. Материальных не бывает. В том смысле. Что ты подумал о чем-то. И это раз и воплотилось. Да нет. Это внутри себя. Если ты нервничаешь. Если у тебя плохое состояние. У тебя и мысли плохие. Я рассказывал. И показываю на роликах. И на бесплатном. Клейбезе. Выходите в зум. Задавайте вопросы. И мы будем развивать науку человечности. Потому что сегодня нужно. Еще раз повторяю. Если раньше говорили в религиях. И потом высшим достижением было. Бог един. Это был единый язык. Который все должны были понимать. То теперь наука человечности. Потому что наука современная. И там не может быть. Ну как говорится. Знаете. Там же в основе лежит бесстрастность. Объективность. Там все проверяется. Все изучается. Доказывается. А сейчас такая мешанина у людей в голове. Они даже эзотерику. Приписываем слова великих ученых. Которые якобы это доказали. Авторитетами. Да. Ну вот посмотрите. Есть люди которым нужно подражание. Есть людям нужно. Которые сами мыслят. И пытаются сравнивать. Разные его читают. Сравнивают. Создают. Изобретают. Нормальный человек. Вообще-то. Это человек. Почемучка. Почемучка. Только почемучки становятся великими. Они и создают такие школы большие. Потому что они думают своей головой. Для того чтобы быть великим. То есть нормальным. Это одно и то же. Это одно и то же. Для этого нужно быть почемучкой. Просто слепо не верите всему что есть. Сравнивать. Анализировать. Взвешивать. Об этом и говорили все великие учителя. До встречи друзья.